Так, доброе утро, дорогие друзья, все, доброе утро, и мы начинаем сегодня в 10 утра, как и планировали, как и обычно, урок Торы. Все, всем доброе утро, бонжур, хелло, итак, Деоргий Денивня прям всегда первый, это надо уметь, надо уметь прям всегда первым зайти, шалом. И, если выключить звук, хорошо, Миша, все, Бодертов, да, из Тиева, шалом из Херсона, все. Мы продолжаем изучать Мишли, притча царя Соломона, и, значит, находимся в третьей главе уже, третья глава. И было у нас вчера, мы закончили на том, так, чтобы все связать, что сказал царь Соломонам, на всех своих путях познавай его, и он выпрямит твои дорожки. А, кстати, да, шалом Анна, сегодня мне с утра написал один мой близкий приятель, он просил посвятить урок успеху у него в одном его важном деле. У него есть какая-то сложная ситуация жизненная, и вот его зовут Ария Лейб, бен Авраам, и чтобы ему Бог дал, дал ему успех в этом его деле. У него уникальная жизненная история, как раз он был в таких переплетах, да, в которых вообще вот просто приключенческий фильм, я всегда хотел снять о нем фильм о его жизни, очень сложно, ну, просто я был, присутствовал уже, я знаю его уже 20, около 20 лет, примерно 20 лет я его знаю, вот с момента, как я стал религиозным, как раз и он в это же время, с ним произошла вот эта вот трансформация, причем у меня история такая необычная, у него в 10 раз более необычная история, и, значит, и он вот так вот, у него были падения, взлеты, падения, взлеты, у него амплитуда колоссальное движение, и вот сейчас у него какой-то сложный момент, такой перекресток дорог, и он написал, говорит, пожалуйста, помоли за меня, и говорит, чтобы урок, который ты проводишь, чтобы, ну, чтобы мне был в помощь, вот, ему это в помощь сейчас урок, Ария Лейб. Бен Амра. И, значит, мы на том уроке остановились, Беколь Драхе Хадею, на всех своих путях познавай его, и он выпрямит твои дорожки. Дальше сказал нам царь Соломон, не будь мудрецом в своих глазах, то есть он нам сказал так, не выдумывай, ну, бери законы Торы, да, и иди по ним, не будь, не додумывая, не выдумывая, не считая себя, прям дословно, не будь мудрецом в своих глазах, ирая Ташем, и сур мира, бойся Бога, и отодвинься от зла. Кстати, интересно, что в Талмуде есть такое выражение, очень мне запомнилось, там в одном месте Машер Абейну, он сказал, когда выходили из Едипта, народу Израиля, он сказал, завтра кахацот, завтра как в полночь, около полуночи, вот так дословно себе, завтра около полуночи, мы там выйдем из Едипта, а Талмуд спрашивает, а почему он сказал около полуночи, он же точно знает, когда полночь, то есть Машер Абейну, он с Богом был на одном контакте, почему он сказал около полуночи, да, так, ну и Талмуд там проводит целое расследование, почему он так сказал, и итог этого расследования такой, телемат лешенка ламар эни еде, научи свой язык, приучи свой язык, говорить я не знаю, то есть, потому что любой, когда ты говоришь что-то категорично и конкретно, то даже если ты прав, то будут люди цепляться за твои слова и, ну то есть, там как бы один из выводов Талмуда, что Машер Абейну знал, когда полночь, но он знал, что могут ошибиться вот эти вот египетские там мади, и они скажут, а Машер Абейну врет, и он не с Богом и так далее, и он выразился так, чтобы никто не мог зацепиться за его слово, около полуночи, то есть, полуночь, это тоже около полуночи, ну то есть, и это для нас закон, что приучи свой язык, говорить я не знаю, то есть, не быть категоричным, здесь нам тоже царь Саламон сказал, не будь мудрецом в своих глазах, ирая ташем, бойся Бога, высур мира, бойся Бога и отодвигайся от зла, и дальше идут нам конкретные жизненные советы тоже, это было вчера, на этом мы остановились, что рефут тие ли шарейха, что Тора будет врачеванием, врачеванием для твоего тела, для твоих мышц, вешуку ли ацматейха, и она будет наполнением, освежением для твоих костей, значит, интересно, что Тора это духовная такая вещь, и казалось бы, тоже мы учили в Талмуде, интересная история, когда Рейш Латиш был такой, он глава шайти разбойников, и Рейш Латиш, он, ну, вот я Елене ответил, Карачаровой, что кэх отсот там написано, как в полночь, то есть, дословно это кэх отсот, как в полночь завтра, вот таким словом, значит, это в Торе прямо написано, и история в Талмуде про Рейш Латиша, он был глава шайти разбойников, увидел он издалека, в воде он увидел красивую голову, и он прыгнул через реку, потому что думал, что это женщина, а тут из воды вылазит мужик, Раби Йоханан, а он был, Раби Йоханан, он очень красивый, и у него лицо было, как у женщины, но он издалека ошибся, и Рейш Латиш говорит, эх, такую бы красоту, говорит, женщине, он не был гомосексуалист, видно из этой истории, а значит, Раби Йоханан, который вынурнул из воды, может, он в микро окунался, он говорит, эх, такую бы силу в Тору, то есть, такой сильный человек, чтобы лучше бы он свою силу пусть посвятит Торе, и он ему говорит, а, ты хочешь такую красивую женщину, у меня есть сестра родная, еще красивее, чем я, но я ее отдам замуж за тебя, только если ты сядешь и начнешь учить Тору, то есть, изменишь свой путь, станешь праведником, и Рейш Латиш, он тут же, его такое, такое было сильное у него вожделение, что он ради этого, он говорит, ну хорошо, стану я ради этого учеником, все, я ухожу из шайти разбойников, буду учиться у тебя, и он, значит, принял это решение, чтобы жениться на сестре Раби Йоханана, и потом он хотел прыгнуть обратно через реку, чтобы взять одежду, и написано, что он упал в воду, и Толму тоже делает целое расследование, и говорит, что Тора, она, она, Матеш, она подтачивает силу человека, у него стало меньше сил, но что имеется там в виду, имеется в виду, что его, как бы, намерение, центр его, даже когда он принял решение, когда, у него не было бороды, когда он принял решение, Рейш Латиш, что мое намерение, буду познавать Бога, то есть его, как бы, сила намерения ушла в духовную сферу, она, эта сила ушла из физического, и у него стало меньше вот этой вот внутренней пружины. Но здесь нам говорится, царь Соломон нам говорит, что Тора при этом, хотя она и подтачивает вот эти вот эмоциональные и физические силы человека, то есть его намерение уходит в духовность, он отдает свою энергию и время в духовность, но так как в Торе указано, как правильно жить, как правильно питаться, как правильно следить за здоровьем, там, ну и так далее, плюс Тора очень сильно, она освобождает у человека эмоциональную сферу, он становится спокойный такой, он становится, ну, как бы, он видит, что все у него отлично, вечная жизнь впереди и так далее, то это приводит к чему, что Тора будет рефут Теели Шарейха, то есть хотя Тора духовно идет, как бы, в противоречие с материальным, но тем не менее материальное, именно физическое тело, оно оздоравливается, это то, что нам царь Соломон обещает в восьмом отрывке третьей главы. Теперь, и вот мы переходим в девятый отрывок, он переходит на финансы, финансы, деньги, богатство, и он говорит, Кабет эт ашем меонеха, он говорит, почитай бога от твоего достояния, меонеха это то, что у тебя есть, умерешит кольт вуатеха, и от первинок, первых поступлений всех твоих урожаев. Значит, что имеется в виду? Вот человек в этом мире, он такой, как бы, перерабатывает, перерабатывает он, да, что он перерабатывает? Он получает знания, перерабатывает их в свои мысли, он получает еду, перерабатывает в энергию, он получает деньги и тоже куда-то их перерабатывает, то есть каждый человек, он является проводником какого-то количества финансов в этом мире, то есть он выдает, знаете, считается в каждой стране ВВП, валовый, это называется, валовый продукт, да, валовый национальный продукт, почему ВВП? В общем, есть такое, то, что считается, вот то, что страна производит, делится на душу населения, и каждый человек, он в этом мире производит какой-то продукт, то есть он производит продукт, он производит, ну, то есть за что человек получает деньги? Он что-то создает, валовый внутренний, ВВП это валовый внутренний продукт, подсказали, значит, каждый человек что-то в этом мире создает, какую-то пользу, и потом ее передает миру, мир ему дает за эту пользу, дает вознаграждение в виде денег и в виде благодарности, иногда скажут спасибо просто, иногда спасибо и деньги, теперь тот, кто производит больше пользы, он имеет возможность получать взамен больше денег и больше благодарности, теперь обычный человек, он как думает, мне выгоднее, а что дальше он будет делать? Он получил эти деньги за ту пользу, которую он принес, и он думает, а что с деньгами-то делать? Некоторые люди берут эти деньги и отдают другим людям за их продукт, то есть я создал свой продукт, получил деньги, отдают другим людям за их продукт, они получили деньги, я взял их продукт, продукт переработал. Некоторые люди, у них все время есть идея создать добавленную какую-то стоимость, добавочную ценность. То есть он, вот я, например, я читаю книжку, и эту книжку перерабатываю, передаю ее, стараюсь рассказать как можно большему количеству людей. Потом, то есть я, ну я к каждой книжке добавляю что-то от себя, добавляю этого продукта. Теперь, в общем, идея такая, говорит нам царь Соломон, он говорит, все же от Бога, то есть это как бы главная идея Мишле, что все, что есть у человека, от Бога, и он говорит, ты должен деньги свои давать на то, что Бог тебе сказал давать. А что нам Бог сказал давать? Бог сказал отделять массы, десятую часть ты должен отдавать на святые вещи разные, и Бог сказал, что нужно помогать нуждающимся здака, это называется заповедь здака. И Бог сказал, на что не надо тратить, например, даже написано, в Торе написано, что заработок проститутки и оплату почему-то за собаку, нельзя заносить в храм. То есть про проститутку еще как-то можно понять, ну как-то можно понять, это разврат, это как бы, то есть Бог же создал специально вот этот процесс размножения для того, чтобы были люди, плодитесь и размножайтесь. И он именно для этого сделал вот эту комбинацию, чтобы люди плодились и размножались. А тут как бы, ну вот эта проституция, она против, это не для того, чтобы плодиться и размножаться, она для того, чтобы просто, ну просто кайфовать, получать от мира удовольствие, но при этом не, но не производя детей. Значит, теперь, здесь нам говорит царь Соломон, почитай Бога из своего имущества, и все первое, что он дает тебе, первинки урожая, сразу нужно помнить, что это от Бога, то есть тогда ты создаешь вот этот вот канал, потенциал, потенциал, что ты сразу признаешь, мы учили в Пертьевод, что Тен Ло Мишело, дай Богу из его, что и ты, и все, что у тебя есть, его. Прям так был, один из мудрецов говорил, Тен Ло Мишело, дай Богу из его же, ты же не даешь Богу вперед, он вначале дал тебе, тогда ты можешь сделать добро. Никогда Бог не говорит, дай вперед, хотя я знаю одну историю, я вам сейчас расскажу, очень интересная история. Значит, в Нарошашана, Нарошашана это как начало года, судят каждого из нас, все живое, весь мир судится, то есть закрывается один круг и начинается новый круг. И человека как бы оценивают в этот момент, не то, что его оценивают, как я понимаю этот процесс, что включается нети рентген внутри, который проходит сквозь все воспоминания человека о том, что он делал в прошлом году. И его воспоминания, они же не обманут, то есть человек каждый раз, когда что-то делает, он знает, что он делает, у него есть намерения, у него есть предварительная оценка этого действия, когда он оценивает других людей. То есть у человека внутри целая система фильтров, которая оценивает его поведение и формирует его поведение. Значит, в Нарошашана включается такой рентген, и этот рентген проходит сквозь человека, и дальше у человека есть надстройка его намерения, его пожелания на будущий год, что он собирается делать, его цели, задачи и так далее. И этот рентген, вот этот божественный луч, который называется судом, он проходит сквозь человека, и идет такой снимок на небо, вот, пожалуйста, значит, это ты. И твой будущий год, тогда выключается рентген, и на человека начинает идти с неба божественный свет сквозь этот рентгеновский снимок. И он получает следствие того, что создал сам в прошлом году из своих действий и своих намерений. Теперь, значит, и в Рошашана, поэтому все стараются в синагоге, молятся, и есть, потом 10 дней есть, называется 10 дней раскаяния. Это 10 дней ты можешь, как бы, обдумывая свои прошлые действия и обдумывая свои цели на будущий год, ты можешь внести изменения в этот снимок. И потом, Йом-Типур, ты все постятся, не пьют воду, в синагоге стоят, как ангелы, и все, после этого начинается новый цикл. И вот, значит, в синагоге люди там читают определенные отрывки истории в этот день. И в Рошашана читают, и в Йом-Типур читают определенные отрывки истории. И в некоторых синагогах, то есть, когда вызывают тебя к Торе, то это, как сказать, это средство уже там тысячи лет, есть традиция, что если тебя вызвали вот к этому отрывочку в Торе, это средство для этого. То есть, это как бы, с тобой в этом году произойдет вот это хорошее. Если другой отрывочек, то произойдет другой. И в это очень много людей верят, поэтому, а кого вызвать на эти отрывки? И решили в синагогах так, что спрашивают людей, кто в этом году берет на себя пожертвовать какие-то деньги на нужды бедных в синагоге, как аукцион устраивают. Кто-то говорит, я пожертвую 10 тысяч долларов. Ну, например, была у меня один знакомый, у него не было детей, врачи сказали, вообще не будет детей. Ему было за 50, жене было там 45 или тоже около 50, и они все сделали, что только можно. И он на этом аукционе, он купил ту алию как раз, то поднятие Актори, которая для детей сгула. И, значит, у него родился ровно через 9 месяцев и 3 недели ребенок, он дал ему имя Матанель, подарок от Бога. Да, то есть, это есть прям конкретно такая история. Мой знакомый, очень ответственный человек, все подтверждено фактами. Теперь, значит, я рассказываю другую историю. Есть там это для детей, это для богатства, и те люди, которые хотят выйти к Тори в этот момент, они между собой соревнуются, кто больше даст денег на божественные нужды. Вот то, что здесь написано, почитай Бога из своего имущества, из всех решит кольтву атеха, из всего начала твоего урожая. То есть, ты должен все время помнить, что все от Бога. В общем, и они торгуются, кто больше даст дать благотворительности в этом году. И вот, значит, суммы доходят в Киеве, я лично слышал, там доходило до миллиона долларов. То есть, ну, человек, например, в прошлом году заработал там 5 миллионов. И он, понятное дело, если он верит, что это от Бога, так почему ему не дать миллион, чтобы в следующем году заработать еще 10? Это такая проверка, веришь, не веришь. В общем, здесь бизнесмены, которые быстро и легко заработали, даются, ну, огромные суммы. Ну, в то время давали до кризиса. Теперь один человек из Днепропетровска, он поехал в, поехал он в Америку. И там очень такая святая синагога. А американцы уже, они как бы, у них все структурировано. Они деньги, они знают, что тот, кто религиозно, он дает 10%. Мало этого, государство в Америке, почему у них такое богатое государство? Они говорят человеку, не просто у них на долларах написано In God We Trust, Богом уверен. В Америке, если ты даешь благотворительность официально, ты даешь, например, 10 тысяч долларов. Чек на благотворительность. Эта организация, куда ты даешь, она, ну, официальная организация благотворительная. Так эти 10 тысяч долларов тебе списываются с налогов. Это как будто бы ты налоги заплатил государству. То есть, Америка реально поощряет благотворительность. У них в год, я когда-то видел цифру, там, 200 миллиардов долларов, люди жертвуют личных денег на благотворительность, но это все списывается с налогов. Поэтому у них прямо, не просто в Бога мы верим на долларах написано, у них система поощряет людей давать деньги на благотворительность, государство поощряет. Значит, этот знакомый, я лично от него слышал, он поехал в Америку, и как раз идет торговля за вот эти алиот. И он видит, что суммы маленькие относительно Днепропетровска. И он говорит, я покупаю, я покупаю, я покупаю. И покупает там эти алиот на общую сумму 250 тысяч долларов. Это его было обещание дать деньги на благотворительность в этой синагоге. Но у него не было этих 250 тысяч. Но место очень святое. И он приезжает обратно в Днепропетровск. И говорит, ну как бы, его было то, что он пообещал внести деньги, это у него был год до следующей Рошашина. Он приезжает в Днепропетровск, там бизнесмены, и он говорит одному, смотри, я купил вот благословение на богатство. И говорит, хочешь, чтобы... А тот шел, у него был какой-то проект, большая сделка, и он должен был там заработать 5 миллионов долларов, если бы получилось. То есть он придумал какую-то комбинацию вот такую. Этот ему говорит, смотри, я же ее купил, ну я же ее могу продать тебе, давай договоримся с тобой. Если у тебя она случается, эта сделка, ты миллион долларов вкладываешь в мою благотворительную организацию. Я 250 отдаю туда, и на остальные 750 дело уроки Торы, там все. Тот говорит, договорились, все договорились. Идет на эту сделку, 5 миллионов он зарабатывает, миллион отдает на благотворительность. Тот 250 отдает в ту синагогу, и у него остается 750 долларов, и он организовывает огромную, сейчас очень успешную благотворительную организацию по урокам Торы. Это лично я слышал такую историю. Значит, это была иллюстрация того, что царь Соломон имел в виду в 9 отрывке 3 главы, Кабет эташем мионеха, почитай Бога из своего достояния, то, что он уже дал тебе, и от первинок твоего урожая. То есть когда он тебе начинается новый урожай, тем более важно получить благословение на вот этот проект, взяв Бога в партнеры. Когда ты берешь Бога в партнеры, ты ему говоришь, что ты мне даешь, дай мне больше, я хочу, чтобы через меня шло вот это благословение. Но я часть из того, что ты даешь мне, я передаю туда, куда должен передавать, тем людям, которые ты, Бог, поставил в ситуацию, когда им не хватает. Но, значит, у них своя работа. Сейчас мы узнаем, какая работа у тех людей, которым не хватает. А у меня своя, то есть у каждого есть как бы как разные рода войск. Хорошо, теперь дальше. И десятый отрывок, говорит царь Соломон от имени Бога, он говорит так. В ималу асамейха сова и наполнятся амбары твои сытостью, дословно переводят зерном, но асамейха это амбары, сова это сытость. В эти рожь и кавеха и фроцу. И эти рожь это виноградный сок, будут твои виноградники просто будут брызгать виноградом, как фильм был украшения строптива, когда он по бочке топтался, делал вино, вот будет у тебя виноградники просто раз, раз, брызгать будут вином. То есть это он объясняет на понятном в то время языке, какой будет, какое будет масштабирование бизнеса. Сегодня бы царь Соломон сказал бы и масштабируется твой бизнес и будут у тебя, значит, а, и будут у тебя идти, да, да, понятно, ну то есть и появятся лиды, он бы сказал, лиды это потенциальные покупатели и лидов будет много. На то время людям было понятно, что будет много зерна и будет много вина, а сейчас будет много лидов, лидов это потенциальных покупателей. Хорошо, теперь дальше одиннадцатый отрывок. Одиннадцатый отрывок, он очень важен, чтобы закончить эту тему. Мусар, как мы знаем, это от слова страдания. И дальше говорит царь Соломон, он говорит так. Мусар, вот эти страдания, наказания от Бога, сынму, он говорит, не отвергай. Ве аль такоц бы то хахто. И не тяготись его увещеванием. То есть есть страдания от Бога, а есть увещевание. То, что мы сейчас изучаем, это называется увещевание. То есть он нам передает информацию. Бог с каждым из нас разговаривает, и Ваикра, это у нас как раз на этом основан портал, и возвал Бог. То есть увещевание это когда он говорит, парни, девушки, мужчины, женщины, одумайтесь, действуйте правильно, живите правильно. Это увещевание. Теперь, если увещевания не работают, тогда идут страдания. То есть человек начинает биться головой об стенку, ему начинает быть больно. Говорит нам царь Соломон, когда тебе больно, это от Бога, сын мой, не пренебрегай этим. И валь текотс бы то хахто, и не тяготись увещеванием. Значит, почему? Двенадцатый отрывок. Того, кого Бог любит, он его увещевает. И как отец к сыну, он его хочет. Но как отец, который любит своего сына, что он будет своему сыну делать? Он будет ему разрешать спать, кормить его конфетами. Что будет делать любящий отец для своего сына? Он его разбудит в пять утра, он его в холодный душ пиханет, скажет, закаливайся. Мужчина должен заджиматься, тренироваться. То есть он его заставит работать. Любящий отец, если он хочет своего сына воспитать, закалить и подготовить к жизни, он его будет именно вести через какие-то увещевания и страдания. Безразличный отец, он скажет, да, делай, что хочешь. Хочешь спать? Спи. Хочешь жрать? Жри. Хочешь делать, что хочешь? Делай. Это безразличный отец. Теперь, если Бог человеком занимается, и он ему делает увещевание, страдания, он это делает для того, чтобы человек одуплился. И у меня, когда я стал религиозным, я прошел через очень сильные страдания, эмоциональные, физические даже. И на четвертый день, как раз вот среда, среда это четвертый день недели, есть псалом после, в конце молитвы утренняя есть псалмы. И в псалмах написано так. Ашры агевер ашерты асрена ка. Счастлив человек, которому дает страдания Бог, умитурато теламдена и тори своей он его обучает. Для того, чтобы спасти его, человека, во времена, когда будут злодеи все уничтожены. То есть, живет человек, живет. Ему бах, раз страдания, два страдания, три. Если он проснулся, и он начинает изучать Тору, и переходит на правильный путь, он потом говорит, каждую среду в конце молитвы, он этот псалм читает на этот день недели из псалмов Давида, и говорит, ах, счастлив человек, которому Бог приносит страдания, чтобы привести его к торе своей, которая его спасет в период больших бедствий, когда перед злодеями развернется пропасть. Все, дорогие друзья, значит, если у вас есть какие-то проблемы, сложности, это Бог вас любит, значит, и он вас увещевает, как отец любящий, он сына своего увещевает. Если у вас сейчас все хорошо, и у вас, значит, пошел урожай, то помните о том, что нужно урожай от Бога, все от Бога, и Кабе Теташем Мионеха сказал царь Самон, почитай Бога и своего имущества, умирешит кольт вуатеха, и от начала всех твоих урожаев. Все, чтобы было у вас много урожаев, лучше учиться на позитивных вещах, чем учиться на негативных вещах. Все, поэтому, чтобы было много у вас урожаев, добра, успеха, а если что-то идет не так, то нужно отдуплиться. Отдуплиться, это такое слово есть, то есть повернуться в другую сторону, скажем так. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня. Урок был для успеха. Ария Леп, Бен Авран.